Одно из основных направлений президентской программы – 100 конкретных шагов развития туризма. Согласно плану нации, в стране будет создан целый комплекс региональных культурно-туристских кластеров. Британские эксперты считают, что это вполне осуществимая задача, которая принесет свои плоды. Из Лондона передает наш корреспондент Галымжан Караманулы. Пол Далквист – прапраправнук путешественника Томаса Аткинсона, того самого, который первым среди европейцев исследовал страну Великой Степи и оставил бесценное богатство для истории. Недавно его потомок вместе с семьей также побывал в Алматинской области. Гостей встретили радушно, угощали национальными блюдами, рассказывали о традициях и даже устроили экскурсию по национальному парку и историческим местам. Казахстан – необъятная страна, и мы увидели только малую часть. Мы были в горах, в степи, в городах, а сейчас стоим у горного родника и пьем из него воду. А это родина нашего героя – Великобритания. Если Казахстан делает пока только первые шаги в туристической отрасли, в Туманном Альбионе эта индустрия уже поставлена на рельсы. Великобритания поистину считается центром туризма. Туристов всегда привлекают монархическая Англия со всевозможными достопримечательностями, Шотландия с красивой природой, Уэйс со средневековыми замками и Северная Ирландия с уютными деревнями. Британские эксперты считают, что у туристической отрасли Казахстана тоже перспективное будущее. Политика развития туризма, выраженная в плане нации, очень своевременно, говорит специалист данной сферы Джордж Смит. Создавая шесть региональных культурно-туристских кластеров с необходимой инфраструктурой, которая географически охватывает весь Казахстан, можно прийти к успеху, считает он. Вы имеете национальные парки по всей стране. Предлагать их туристам – это замечательная идея. Парки являются природными активами, которые очень хорошо вписываются в модель экотуризма. В настоящее время данная модель продвигается ООН и Всемирной организацией туризма. Для развития туризма, и не важно, будет ли это экотуризм охотничий, медицинский или спортивный, необходимо как минимум пять лет. Зато это позволит привлечь в страну дополнительные средства, говорит эксперт. Халмжан Хараманула, Великобритания, специально для Хабар-24.